доброго здоровья всем сейчас хочу экспериментик провести вот пилеты у меня закончились один мешок остался хочу попробовать вот у меня немножко есть тут опилок спалить и обрезки фанеры тут мешке кстати вот от 5 тонн вот этот мешок зал и получился и вот вот еще немного вот для того чтобы не снимать горелку я сделал такой зольник новый так сказать из-за цинкового железа 055 колосники сейчас ставил туда я не знаю правда как буду я разжигать это все хозяйство ну сейчас посмотрим шахта колосники я уже показывал там дыры приличные колосниках чуть под уголь можно так сказать сейчас набрадаю газеток немного этого как его отходов фанеры и сверху засыплю опилу вот бумага просто так мнется да и туда ну короче газетку я туда программа кидаю это для того чтобы короче не провалилась сразу все и сейчас добавлю туда всяких таких отходов и посмотрим можно ли топить как бы сейчас мне вот так ну а пилки понятно много температуры не дадут вот фанера бы даст ну чтобы без присмотра доставлять можно было а то дома домашний не справиться выбирающих пока что потоньше чтобы загорелись их вот сейчас разожгу ну если нормально загорят как бы потом засыплю опилок вот ну вот там сейчас пока загорелась закроем тяга конечно по уменьшилась посмотрим загорелись приоткроем зольник говорю делал для того чтобы горелку не снимай посмотрим чего не больно конечно разгораются ну как-то разгорелась что елки-палки я думал тяга побольше будет тут как ровно при закрытом поддували блин практически ничего ну вот котел не дымит хотя крышку я открыл значит не очень поддувала работает теперечная я как бы открыл чтоб получше дуло короче сейчас насыплю сюда пилок вот насыпал опилок сразу задымела а крышку закрыл закрыть забыл закрыть задымела чё делать поддавая поддемела пилок полосы там поддемела 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 и тиска подожду если чё потом вычищу и ну вот тут видно огонек сейчас разогрелась то есть разгорелась воздуха не хватало и немного это для вторичного что ли как называется вот здесь сбоку отверстия как-то там дым вторичный или как там у сгорает короче слушайте горят опилки дымит и откроем эти подсосы короче как паяльная лампа игру я 15 кубов опилки стопил здесь вот здесь сейчас вставлен ну тут при прежних хозяевах еще прогорела вот эта труба тут такая труба с отверстиями стоит для воздуха ну для забора воздуха и это ну по всей длине трубы я поставил сюда у хозяев было тут яну оставили не специально нержавейку короче потом я насверлил в ней тоже так же отверстие и установил ее горит короче угу угу судя по шуму сейчас если прикроем ничего не поменялось короче тут задвижка такая стоит но я уже показывал в котле тяга хорошая короче может чуть-чуть но есть ну периодически опилки надо как бы много туда раз туда потому что бывает они повиснут все а кочережки короче так чё видите они быстро сгорят и то что следить за ними на постоянно но все работает но все равно когда открываешь сейчас все равно дымит блин хотел показать снизу ну что опилки не проваливаются сильно конечно сколько то проваливаются но не сильно вон там посредине почти видите видно искорки такие бегают это уже труба короче до красна накалилась видите сейчас подую туда если видите это вот здесь опилки с краю были просто они сейчас сгорают там надо было почистить заранее тут все но я не почистил как всегда блин ну ничего страшного но опилки на наверно сухие вот эти вот сухие наверное они у меня лежали сколько-то на веранде когда пол пилил короче туда складывал остальные на улицу наносил но теперь можно их полить как бы сейчас посмотрим еще сколько объем опилочек нам даст температуру в котле ну вот разгорелась шумит горит вот тут небольшая кучка пилок он там горит все так то они не проваливаются потом короче вот эту я просто вниз чуть-чуть еще ниже убрал и тут воздуха побольше стало проходить так короче вот такие вот щели там в колосниках этим ничего не сыпется как вот полчаса 25 минут прошло я тут смотрел было 32 градуса сейчас 38 получается да ой вру 36 видите уже не так горит значит опилки застряли в этом фигни таком были уровне на таком остались поэтому надо их обвалить оба на и сразу видите потому что они сами не могут сыпаться ну или могут иногда может быть как и дрова тоже надо периодически когда какие уголь тоже вот было у меня так короче периодически ходить через полчасика и смотреть короче а так батареи тепленькие ну я думаю что для зимы конечно это не вариант сейчас весной это нормальный вариант только опилок дофига надо будет и хранить их негде брать-то езди охранить их нет и вести не на чем вот такая вот фигня так что все работает короче так-то вот еще вот на стенках образуется смотрите жидкость но смола какая-то речи похоже блестит все сыра липкая такая черная штука вот видите теперь что влажное было теперь она как кузбаслаг короче такая фигня это не выгорает то есть у пилет такого нету у пилет даже когда ну топится вот это вот само она просто выгорает само ну как бы от температуры короче высокой а с дровами такого нет потом это приходится все шкрябать короче слой набирается шкрябать короче не очень тоже хорошо как бы получается вот вот второй день уже топлю короче этим никаких понять не очень нравится то что быстро температура котле поднимается короче и потом растет 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 вот столичка как бы ну то есть даже не знаю одну пятую части углей и достаточно как бы полную нельзя засыпать короче иначе скипится вот такой вот объемчик фанерки вот это и все потом 80 градусов короче когда все прогорит он будет здесь даже больше короче неудобная очень постоянно на бегать смотреть за температурой если полным набрать то тут вообще я говорю будет капутной если вы постоянно дома находитесь то конечно можно их опилками топить к бегать сюда 15 минут ну и через полчаса вот видите сейчас опять обвалил и опять надо ждать когда разгорится когда уголь углем топил вот видите это колосники протрясать короче тоже надо ходить чик-чик нафиг чтобы обваливалась короче так и жизнь с дровами как бы то есть они станут как-нибудь если они конечно нет не по 25 сантиметров напиленные уложены очень хорошо то есть не скатываются а тоже как-то чик-чик застрянут блин тоже ходишь чик-чик короче самый оптимальный вариант вот почему я и выбрал пилетами короче отапливаться нафиг постоянно горит и это и можно уходить поэтому и выбрал вот или этому горелку я тоже какие-то проблемы с ней всякие был ну как я уже показывал бывают но они по сравнению с тем что если дровами и углем топить совсем незначительные вот ну минус конечно что пилеты блин дорогие вот хотя дровами если топить тоже не дешево елки сколько их надо мне напилить наколоть нет сложить еще куда-то все это тоже короче все виды топлива хороших выбирая на вкус всего доброго а и и